Приветствую тебя на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. Это обзор мнения о Google Pixel 6. Снимать этот обзор буду полностью на него. Спускаюсь по лестнице. Full HD, по идее 30 кадров в секунду, съемка с одной руки. Full HD, 60 кадров в секунду. Переключаюсь на двухкратный зум. 0,7-кратное увеличение. А если попрыгать? Итак, чем же хорош Pixel? Звук отличный, по Bluetooth ничего не рвется. Wi-Fi поддерживает все, включая 6-й. Связь стабильная, все ништяк в этом плане. Быстрой зарядки у него, к сожалению, нет. Стереозвук в динамиках имеется. Экран хороший, даже при солнечных лучах все видно замечательно. Все читается, цветопередача отличная. Видеозапись вы видите, я считаю, она потрясающая. Также фото будут в конце. 4К, 60 кадров в секунду. Двухкратное увеличение. Проверка автофокуса 4К, 60 кадров. Достаточно плавно снимает. Что касается... Блядь, забыл, что я хотел сказать. Классные вещи закончились. Теперь есть у него и минусы. Например, сканер отпечатков пальцев, который не всегда срабатывает. Бывают ложные срабатывания. Медленная зарядка. По поводу игр на данном смартфоне. В синтетическом тесте Antutu набирает больше 700 тысяч баллов. Есть определенного рода троттлинг, который в принципе играть не мешает. Так что на это не стоит сильно уделять внимание. Видео на себяшкинскую камеру, как вы видите, достаточно все плавно. Собственно, трубка годная. Особенно, если вы ее приобрели за 35-37 тысяч рублей, а не как в магазинах за 50. Сколько стоит на Али еще не посмотрел. Если узнаю, напишу и оставлю ссылку в комментариях. Покупал на Авито. Фактически новым. Как бы вот. Трубка, в общем-то, огонь. Хочу дополнить по поводу Pixel 6. Снимая на Pixel 3. Он меня никогда не подводит. Зарядка, да, как я уже сказал, она не быстрая. То есть быстрый в современных мерках это уже не назвать. Так как, допустим, у Realme GT Master Edition, когда от 0 до 100% за 33 минуты, Pixel 6, естественно, заряжает порядка часа. Батарея 4500 мАч. Если особо в игрушке требовательной не рубать, то ее хватает полноценно на весь день. По качеству связи. В OLT, естественно, поддерживается. Микрофон отличный. Вы это видели уже даже в видео. Там есть функция Clear Mic. Ну, короче, чистый микрофон при записи себяшки. Вот. То есть в этом плане шик, блеск, красота. Подводя итог, рекомендую ли я покупать Pixel 6 или не рекомендую. Рекомендую однозначно. Трубка бомба. Потому что за эти деньги, с таким быстродействием, с таким качеством, вы нам вряд ли сможете купить какой-либо другой смартфон. Ну, за исключение, может быть, iPhone 12, который вы купите булушным за 30-40 тысяч. Через какое количество рук он прошел вообще, кто его знает. Вот. И, скорее всего, там еще будет немного подубитая батарея. Здесь же вы покупаете абсолютно новый смартфон, который вот относительно недавно вышел. На него будут приходить всякого рода обновления. Например, Android 13 на нем уже есть. Каких-то там особых плюшек я не заметил. Но в целом, в целом все здорово. Так что однозначно рекомендую. Ищите на Авито, на Алиэкспресс, либо еще где-то. Я, к сожалению, на Алиэкспресс на момент записи этого видео не нашел. Как-то вот так. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, писать комментарий, если вы уже пользуетесь Pixel M6. Обязательно пишите. Впереди у меня будет новое видео. Постараюсь сегодня даже его запилить. Будет обзор на RTX 3080M. Его еще по-другому называют 3080 Laptop. Ноутбучный видеочип. Используется в видеокарте для стационарных компьютеров. Он распаян на плате. Соответственно, очень интересное решение по видеокарте Мутант. Купил я его. Ну, собственно, ждите следующий видос. Будет круто. На русскоязычном YouTube есть подобный обзор только на одну видеокарту. RTX 3060M. У меня же 3080M. На что она способна? В 4К будет в этом обзоре. Всем, кто досмотрел до конца, большое спасибо. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова